Живой массив Юмют, относящийся к Аламедунскому району, был образован более 10 лет назад. На сегодняшний день здесь проживают около 8 тысяч жителей. Из-за отсутствия детских садов и школ, ребятам приходится посещать школу в селе Пригородное. В данный момент у нас количество маленьких дошкольных детей и до 11 класса очень много. Для нашего будущего живем. Поэтому если у нас для школьников или для дошкольников учреждений не будет, тогда это уже большая проблема будет. Почему? Потому что у нас только проезд, вы, наверное, когда ехали, видели, да, у нас только один заезд идет вот с этой дороги. И получается школа пригородная, она забита, Маевка тоже забита. И получается у нас и садиков нету, и школы нету. Наряду с отсутствием социальных учреждений жители массива говорят о нарушении санитарно-эпидемиологических нормативов. Поскольку живом массив расположен близ действующих заводов, это вызывает угрозу возникновения заразных болезней. Из-за этого у нас большинство детей болеет. У нас уже есть первые умершие дети. А так как, получается, мы молодая страна, наши будущие, наши дети, они наносят урон нашим здоровьям. Это вот то, что мы сейчас дышим, это самый хороший запах, самый хороший кислород, который наши легкие набирает. Ночью у нас с 12 часов до 6 утра невозможно. Летом мы не можем просто окна открывать. Такая вонь, такая жуть. Например, в данное время у нас нет ни игровой площадки, ни ФАПа. Если мы заболеем даже во время коронавируса, мы очень столкнулись с такой ситуацией. Даже до сих пор, получается, входим в город. Положение жителей УМИТ усугубляет и неимение технических паспортов. Как поясняет глава Аламидунской районной администрации, сейчас проводится процесс передачи жилмассива на баланс АИЛУ-КМИТУ. Когда эта процедура подойдет к концу, будет решаться вопрос о выдаче красных книг. Комиссия принимает сейчас предложение. После того, как комиссия рассмотрит, согласно положению, согласно закону, на течение двух месяцев начинаем. После того, у них, конечно, не возникнет проблемы с законом. Если в судебном порядке они будут судиться, значит, в течение двух лет. Значит, как решение принимают, это как в судебном порядке, если, значит, решится этот вопрос. После этого, значит, мы начинаем выдавать для построения, значит, строительства школ, садиков и другое. Так как сейчас они не на баланс АИЛУ-КМИТУ, они не могут по закону, значит, использовать денежных следств на этот жилмассив. После этого, значит, мы и начнем. Отметим, что на территории Аламидунского района предусматривается проект о строительстве школы и других важных социальных объектов. Кроме прочего, активно проводится работа по трансформации земель.